На Красной площади задержан ростовчанин с топором. Он приехал в Москву, чтобы закрыть мавзолей и разбудить мертвых, о чем оповестил приехавших за ним санитаров. Здравствуйте, в студии Артем Тарасов, повестка дня на Дону. В губернаторской сотне проектов уже сотня. Добавились гипермаркет и кинотеатр. В сотню хотят попасть, так как на самом деле есть реальное и результативное сопровождение этих проектов от стадии проектирования до их запуска. Шашка пика и конные танцы. В Старочеркасской соревновались казаки-дружинники. Вот если что не по ней, она разворачивается и подзываешь, она не подходит. Она же женщина-кобыла. Финал Спартаке Адетона 2016. Самым спортивным опять стал Волгодонск. У нас приехало уже в Ростов 74 человека, но мы надеемся, конечно, занять первое место. В День России в Кремле государственную награду получил режиссер Сергей Урсуляк. Президент высоко оценил его вклад в развитие отечественного киноискусства. Один из сериалов «Тихий дон» Урсуляк снял в Шолоховском районе. Я считаю, что это достойная награда, но очень приятно, что она касается нашей Донской земли, этого великого произведения, нашего великого земляка Михаила Александровича Шолохова. Уверен, что то, что в фильме показано, показано по-новому. Это отражает реалии в том числе и сегодняшнего дня. Самые яркие моменты празднования Дня России смотрите в рубрике «Как это было на Дону» сразу после выпуска новостей. Первые лица на Дону. Два новых проекта общей стоимостью 3 миллиарда рублей пополнили губернаторскую сотню. Василий Голубев провел выездное заседание Совета по инвестициям в Семикаракорске и побывал на успешном предприятии в Багаевском районе. Лента строит третий гипермаркет в Ростове на 14-й линии, а «Горизонт» возводит на Нагибино современный кинотеатр. Открыть его планируется в начале 2018-го. Идти строго по графику позволит административная поддержка. На администрации у нас мы реализовали проект «Аквапарк» каждого они очень помогали. Соответственно, это в первую очередь. Ну и опять же потом могут быть различные налоговые льготы. В моменты запуска этого инструмента поддержки бизнеса в губернаторскую сотню вошли 100 проектов на общую сумму больше 600 миллиардов рублей. 32 из них уже реализованы. В сотню хотят попасть, так как на самом деле есть реальное и результативное сопровождение этих проектов от стадии проектирования до их запуска. И мы планируем продолжать создавать новые условия или преференции для инвесторов. В Семикаракорске губернатор осмотрел проблемный объект. В интернате для престарелых, построенном всего три года назад, снова течет крыша. Подрядчик не отказывается, ремонтирует, но он где-то что-то опять там... Тянет время? Нет, он не тянет время, он после наших писем как бы приезжает, ремонтирует. Но потом проходит там полгода, допустим, и она опять там подтекает. Василий Голубев ставит задачу – разобраться с течами до 1 сентября. Здесь налицо и такое своеобразное бездействие со стороны руководства интернатом, потому что такая ситуация требует незамедлительного принятия мер. Побывал глава региона и на одном из самых успешных предприятий не только Багаевского района, но и всей России. Фирма «Аграм Юг» – единственный в стране поставщик соленых огурцов в Макдональдс. Закупает продукции и другие фастфуды. В процессе определенных сортов, только грунтовой, тепличный нам не подходит. Поэтому мы очень, конечно, от климатического фактора зависимы и стараемся свои поля сейчас зондировать. Спрос так велик, что в этом году пришлось вдвое нарастить объемы. Скоро прибудет новый станок для упаковки и позволит выпускать 20 пакетов в минуту, а не 6, как сейчас. Мария Индрикова, Санислав Поменко, «Надану». Продлить действие закона о региональном материнском капитале еще на два года планирует Комитет Заксобрания по социальной политике. Изменения в областной закон внесут на заседание парламента 23 июня. Программу регионального маткапитала предлагается продлить с января 17 по декабрь 18. Без малого 118 тысяч рублей по-прежнему можно будет получить через три года после рождения третьего ребенка и потратить на улучшение жилищных условий образования детей и приобретения автомобиля. Федеральный законодатель принял решение о федеральном материнском капитале. Мы же вот сейчас продлили, как и федералы, региональный материнский капитал. Также в соответствии с федеральным законодательством депутаты ограничат число условий для присвоения звания ветеран труда. Теперь, чтобы стать ветераном, недостаточно грамот Госдумы, Совета Федерации и правительства Ростовской области. Достойными звания остаются отраслевые награды от министров и почетные звания СССР и России при наличии стажа у мужчин 25 лет и у женщин 20. Комитет по молодежной политике одобрил областной закон о физкультуре и спорте. Полномочия по решению вопросов государственно-частного партнерства передадут с регионального на федеральный уровень. Второй вопрос мы рассматривали о выездном заседании комитета Государственной думы в Ростовской области пройдет заседание. И оно как раз таки тоже относится к совершенствованию законодательства в сфере физкультуры и спорта на примере Ростовской области. Потому что у нас есть опыт строительства спортивных объектов на основах государственно-частного партнерства. Комитет по аграрной политике планирует закрепить ответственность собственника за содержание почвы и ее плодородия. Ранее такого в законе не было. Теперь некоторые статьи мы просто уточняем за лишнее внесение минеральных удобрений, средств защиты растений и так далее. То есть ограничиваем некоторые сроки. Депутаты проконтролируют, чтобы средства, выделенные на очистку реки Тимирник, использовали полностью. Ведь в прошлом году всю сумму освоить не удалось. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Юрий Бабенко. На Дону. Ростов-на-Дону. Водители дорожных пылесосов соревновались в мастерстве в духе проходящего сейчас футбольного евро. Необычный матч стал очередным этапом конкурса лучших работников ЖКХ. Нет, это не съемки блокбастера о том, как роботы завоевывают человечество, а всего лишь футбольный турнир между дорожными пылесосами. Водителям уборочной техники тоже нужно правильно расслабляться, чтобы потом направлять навыки в нужное русло. Умение правильно вести мяч поможет при уборке с дорог твердого мусора. Щитки нужно плотно прижать к земле, а во время броска поворотом вовремя притормозить, чтобы не промазать. Скоростную маневренность водители демонстрируют в упражнении «Змейка». На небольшом пятачке нужно выборочно сбить навесным оборудованием плотно расставленные кегли. Алексей Литвиненко представляет Октябрьский район. За рулем пылесоса всего год, а раньше водил трактор. Залогом победы видит знание своего автомобиля. Правильный алгоритм действия. Он экономит время. На точность водить это все мелочи, на точность сбивания кегли. Вот это вот надо будет постараться. То есть нужно оперативно все выполнять движение. То есть, ну, сбил, убрал, щетку сбил, убрал. Пока пылесосы соревнуются, своей очереди ждут «Камазы». Водители гигантов проверяют на чистоту в салоне, опрятный внешний вид, знание ПДД и оснащенность машины. Умение на сегодняшний день чувствовать машину, умение чувствовать ее габариты, уметь пользоваться тормозами, сцеплением газом. Это приобретает для нас не только теоретическое, но и прикладное значение. Конкурс «Лучший работник ЖКХ» продлится до осени. Эстафету принимают кровельщики, электрики и сварщики. Мария Филинкова, Ксения Николаева, Тагир Фатахов. На Дону. Перевозить грузы и переезжать ростовчанам станет удобнее. В торговом центре «Золотой Вавилон» открыто подразделение транспортной компании «Грузовичков», которое уже больше 10 лет совершает грузоперевозки в Москве и Питере. В день открытия компания устроила праздник. Начинает грузовичков подвижными танцами. А дальше у лидера грузоперевозок в крупнейших городах страны масса профессиональных предложений. Грузовое такси пригодится на все случаи жизни. В смене места жительства, доставке посылок и грузов предпринимателей. Перевозки осуществляются максимально бережно, 24 часа в сутки. Рады помочь с вашим приездом или любыми другими перевозками, которые вам необходимы. Очень рады тому, что наша компания разрастается и может предоставить наш сервис в каждый город. Гости праздника получили скидочные карты и поучаствовали в розыгрыше подарочных сертификатов на грузоперевозке. А самый везучий выиграл планшет. В знак объединения северной и южной столиц ростовчане запустили в небо шары с воздухом Санкт-Петербурга. Студенты ЮФУ создали познавательный проект «Открой Ростов». Это пешеходные экскурсии, посвященные истории известным людям и легендам Донской столицы. Какие достопримечательности областного центра обязательно должны увидеть его гости? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Я считаю, что в Ростове с достопримечательностями большие проблемы на самом деле. Наверное, сейчас гостям, которые приезжают в город, можно показать набережную, определенную ее часть. Это в первую очередь. Пушкинскую во вторую очередь. Крепостной, потому что именно с этого момента, с этого места зародился Ростов-на-Дону. Очень много, но я думаю, что мои бы друзья устали бы от набережной, наверное, уже. А потом на следующий день уже бы подумали, что дальше бы делать. Я думаю, что начал бы сначала. Пушкинское – очень великолепное место. В Старочеркасской дружиннике донских казачьих конных взводов показали мастерство верховой езды и владение боевым оружием на конно-спортивных соревнованиях ко Дню России. У французов катильон – танец, а в казачьем варианте – конный разъезд. В оригинале он объединяет вальс, польку и мазурку. Кавалер-кондуктор руководит построением пар. А на Дону перестраиваются конные взводы. Оттачивали танец несколько дней. Привезли катильон казаки после французского похода. Но поскольку казачья составляющая присутствует, это адаптировано было под конное подразделение. На полном скаку шашкой нужно две лозы срубить, поразить бутылку, еще и кольцо снять. С пикой на пути три мишени, но трасса непредсказуема. Командир шахтинского конного взвода Алексей Бронников был вынужден в ущерб результату бросить копье, чтобы обезопасить зрителей. Его удар был настолько сильным, что пронзил бутылку насквозь. Без падений не бывает. Бывает и падаем, и с лошадью падаем, и руки ломаем, и ноги ломаем. Все бывает. Садник, стой! Садник, снят! Конкур прошли не все. Многие лошади отказывались преодолевать препятствия. Даже фавориту в этой дисциплине Наталье Скрылевой не удалось дойти до финиша. Садница признает – фарада кобыла с норовом. Вот если что не по ней, она разворачивается и подзываешь, она не подходит. Она же женщина кобыла. Самая главная задача наших конных взводов, которых у нас 7 на территории Ростовской области, это вопросы, связанные с охраной общественного порядка. Чем они профессионально и занимаются. В том числе оказание помощи МЧС, пограничной охране, МВД, наркоконтролю. По итогам соревнований лучшими стали казаки ростовского конного взвода. Олеся Слынько, Юрий Бабенко, Надону. В Никлиновском районе сотрудники МФЦ сели за парты. На Дону стартовала программа непрерывного обучения персонала многофункциональных центров. Первыми учиться начали руководители на трехдневном семинаре. Сегодня, допустим, будут тренинги по технике речи, по навыкам публичного выступления руководителей. Вот вчера и сегодня мы уже второй день занимаемся как раз вопросами развития МФЦ. Вчера обсуждали как раз работу профсоюзных объединений. До ноября будут проходить тренинги, круглые столы, мастер-классы, очно-заочно и в форме видеосеминаров. Наша задача – это проработать абсолютно все моменты, абсолютно все этапы взаимодействия между человеком и работником МФЦ. Начиная от входа в помещение. Программа обучения подобрана для каждой категории сотрудников. О других событиях области сообщения с мест. В Волгодонске завершается строительство нового детского сада на 280 мест. Сейчас садик Лазорики готов на 80%. Ведутся отделочные работы, монтаж вентиляции, электропроводки, многоустройство территории. В июне должен состояться конкурс на строительство подъездных дорог к этому детскому садику. Две дороги будут общей протяженностью километров 200 метров примерно. В новом садике свои горячие, холодные кондитерские цеха, две столовые, большой спортивный актовый зал и душевые. Штат уже укомплектован больше, чем наполовину. Закончить строительство планируется до 1 сентября, после чего нужно будет пройти лицензирование. Новошахтинский заработал Центр занятости детей на каникулы. Дети проходят трудовую адаптацию в управляющих компаниях, таких как Жилкомсервис, Элитсервис, ООО Партнер. Ну и на таких предприятиях, как Центральная библиотечная система, Центральная городская больница, Детская городская больница. Официально по договору уже трудоустроено больше 60 детей от 14 до 18 лет. Я рву траву, подметаю, убираю территорию. Дома было скучно, я захотела чем-нибудь заняться. Кстати, в первую очередь работу получают подростки, стоящие на учете в полиции. В Зверево заехал необычный велопробег «Помоги встать». Он состоит всего из двух участников. Игорь Бодок и его сын Никита планируют преодолеть на велосипеде тандеме расстояние в 2220 километров по маршруту Москва-Сочи. Нацелены не на рекорды, а на то, чтобы привлечь внимание к проблеме травматизма детей. Поддержать тех детей и родителей, которые сейчас борются за здоровье, потерять его можно в одну секунду. А восстанавливаться потом, если годами. Три года назад Никиту сбил грузовой поезд. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. И большую роль в его выздоровлении сыграла велотерапия. Добраться до Сочи участники велопробега планируют к 18 июня. В Ростове торжественно открылся финал «Спартакеады Дона-2016». Заключительный этап собрал больше тысячи победителей соревнований городского и районного уровней. Выиграл «Спартакеаду», как и в прошлом году, «Волгодонск». За два последних года в «Волгодонске» спортивных людей стало больше на треть. Делится своими наблюдениями участник команды из города Атомщиков. Спорт – это есть и молодость, и здоровье. Очень приятно смотреть на молодых спортсменов, которые пришли уже в этом году. У нас приехало уже в Ростов 74 человека. Но мы надеемся, конечно, занять первое место. За три года количество участников «Спартакеады Дона» выросло вдвое. Видов спорта тоже стало больше – уже 17. Один из самых зрелищных и набирающих популярность у молодежи – фланкировка казачьей шашкой. У меня отряд молодежи. И потихоньку их обучаю, чтобы они… Собираю их вместе. И начинаем возрождать, можно сказать, с маленьких. Во взрослую жизнь, во взрослых казаков, культуру казачества всего. По итогам «Спартакеады» будет сформирована сборная команда, которая представит Дон на всероссийских соревнованиях. Мы не собираемся останавливаться на том, что сделано, потому что много еще мест, где нужны спортивные комплексы, площадки, дворцы спорта. Но главное, чтобы были вы – спортсмены, участники соревнований. И спасибо вам за то, что вы в спорте. В программе праздника были и показательные выступления от мастеров паркура и воркаута, художественной гимнастики и каратэ. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Надону. Привлечь к спорту как можно больше жителей Дона. Такую задачу поставил глава муниципалитетов губернатор на заседании антинаркотической комиссии. Спорт – самый эффективный способ борьбы с пагубными привычками. Необходимо больше работать над созданием спортивной инфраструктуры, чтобы ряды ведущих здоровый образ жизни пополнялись. В этом году планируется достроить 30 спортобъектов. Василий Голубев потребовал ужесточить контроль строительства, завершить все долгострои, а также увеличить спортивные бюджеты. Донской борец Рамазан Абачараев впервые стал чемпионом России. В Грозном наш спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Призовой фонд был большой для нашего вида спорта – это миллион рублей. Сразу два чемпиона России по греко-римской борьбе. Рамазан Абачараев и Ислам Магомедов сегодня в одной студии. Смотрите программу «Спорт на Дону» в 20 часов 45 минут и в 23.45. Завтра на Дону в Ростовском музыкальном театре соберутся врачи со всей области. Ко дню медицинского работника лучшие представители профессии получат премии губернатора. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи на Дону. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден.